Вы знаете, я думаю, что у вас сильно искажённая картина мира. Во-первых, если считать, что все мужчины на автомобилях лишены мужского начала, у меня вдруг стало страшно. А во-вторых, поверьте мне, я не экстримальщик. И упаси Бог в дайвинге видеть экстрим. Самый жёсткий экстрим, на мой взгляд, это перебегание улицы перед идущим транспортом. Я не гонюсь за опасностями. Я стараюсь максимально обезопасить это занятие. Просто там так много красивого, которого ты нигде больше не увидишь, что вот это меня туда и тащит. Спасибо за ответ. Насчёт автомобиля я, кстати, тоже вас поддерживаю. Ну, всё-таки. Действительно, сразу же так уж. Ну, если говорить об экстриме и о том, что не экстрим. Есть же специальные техники, когда без снаряжения, без специального, надо задерживать дыхание и долго-долго там где-то... И в этом нет никакого экстрима. Это называется фридайвинг. И подводная охота, кстати, тоже на этом основана, потому что охотиться без аквалангов. Просто ласка-маска, паука, костюм. Это, ну, в общем, с йогой имеет, потому что ты открываешь новые, совершенно заложенные в тебе возможности. Я знаю ребят, которые совершенно спокойно на задержке дыхания находятся под водой 4,5 минут, хотя представить это себе невозможно. Как правило, это очень хорошо себя чувствующие, очень гармоничные люди. Это не экстрим. Экстрим связан с искусственным получением адреналина. Вот я считаю, что это для дайвинга совершенно противопоказано. Потому что находишься ты, вообще говоря, не в своей среде, и если ты еще там будешь на свою, извините, голову искать приключений каких-то, это действительно может плохо кончиться. Но есть же места на планете Земля, которые, заплыв в некую пещеру, можно только выплыть с другой стороны ее. Да, поэтому нужно очень трезво относиться к своим возможностям, к их пределам. И люди говорят, которые посещали эти места, что плывешь, и там буквально акваланги какие-то плавают. Ну, не надо сказок. Ну, понимаете, это все-таки пиратство. Это примерно паракул, который бросается на людей, чушь собачья, все. Все, не бросается, что ли? Да нет, конечно. Конечно, нет. Есть люди, скажем, склонные к лаустрофобии. Вот и просто категорически не надо забывать в пещеру. Есть люди, которые боятся опустить лицо в воду. Им не надо заниматься дайвингом. Дайвинг – это не для преодоления себя. Потому что однажды они себя преодолеют, а потом к ним страх вернется на глубине 30 метров, и это опять может кончиться плохо. Это не нужно. А есть люди, которых с детства тянет, как менять им. Вот это для них. Много ли тех мест на этой самой планете, где стоит еще побывать впервые для вас? Или уже везде, где только можно, вы уже побывали? Да нет, у нас океана больше, чем суши, поэтому мест очень много. Ну, вы на океанах. На 11 километров уже вниз не спуститесь. А сейчас стремительно развиваются, кстати, батискафы. Кстати, батискафы. Да, долгое время их было там в мире считанное количество. А сейчас люди начали строить небольшие батискафы. Это уже не так безумно дорого. Я уверен, что пройдет еще пару лет. И тогда все увидят, что то, что человечество обследовало, скажем, с аквалангами, это тоненькая-тоненькая ниточка вдоль берега, где многое разрушено прибоем, вытащено теми, кто уже нырял. А если говорить о какой-то археологии, то сохранность начинается, скажем, просто 200 метров. Где и света меньше, и кислорода в воде меньше, и она холодная. И там все как консервация сохраняется. И еще такое количество открытий нас ждет. Я уверен, что Атлантиду найдут скоро. Вот сейчас поговорим, только ответим на вопрос слушателей. Добрый день. Ау. Ранку меня дайв-мастер. Открытие. Знаете, я не профессиональный археолог. Например, если говорить о практических результатах, мы в Супорожье подняли со дна бригантину, боевую, петровских времен, которая была в хорошем состоянии. В общем, мы откопали, нашли деньги на это дело, подняли, и она сейчас... Из какого водоема? Из Днепра. Из Днепра, да. Да, и она стоит сейчас на острове Хортица, там в музее, под крышей. И, в общем, не так много таких судов в мире в таком состоянии найдено и поднято. Ну, у меня бывало так, что я обращал внимание людей на какое-то место, а потом туда уже отправились профессионалы. И находили что? Ну, очень много интересного лежит, на самом деле. А что более интересного, сокровища или вот такие археологические методы? Кто что любит. Что вы больше любите? Меня золото как-то особо не манит, а вот то, что, например, рядом с этой бригантиной нашли в песке костяной рыболовный крючок, которому 15 тысяч лет. То есть, это бронзовая эпоха, бронзовая. Древние запорожцы. В идеальном состоянии, по размеру этого крючка, я попробовал представить, каких размеров рыб ловили в Днепре. Вот это меня просто взволновало. Вот и звери какие-то, а не рыбы просто? Ну, это были хорошие рыбы. То есть, большущие? Да. Типа акул? Ну, я думаю, что были крупные сомы, были очень крупные сазаны, белуги, осетры. А самые большие впечатления, от какой нырения у вас остались? Или так нельзя все-таки смотреть? Ну, есть сумасшедшие места, такие как Голубогорские острова, там остров Кокос. К сожалению, все это очень быстро на наших глазах умирает, сворачивается, уничтожается браконьерами. Так что, поторопитесь, поторопитесь, недолго осталось. Нет, как раз и дайверов, браконьеров нет. Вот среди китайских ловцов, акул и прочего, это, конечно, страшно. 30 миллионов акул в год убивают китайцам. 30 миллионов? Да, 100 тысяч в день. А просто, чтобы отрезать плавники и наплевать им на ООН, на ЮНЕСКО, на все. Так что, акул осталось еще, Бог даст лет на 5, на 10. Ну, надо же что-то делать, потому что стоит Всемирный фонд дикой природы на это обратить внимание. Да, фонда все это очень хорошо. Только китайцы не знают их существовать. Могу сказать, что уже в 90-е годы один бывший сотрудник органов внутренней секреции... Она же государственная безопасность. Она же государственная безопасность, да. Показал мне довольно большое приглашение, которое приходило группе «Машина времени» в конце 70-х, в начале 80-х годов. Группы из Англии, Америки, Европы отвечали на эти приглашения так. Либо группы такой не существует, либо группа «Машина времени» не может сейчас поехать в Англию, потому что сейчас у нее гастроли в Америке. Вот такие были ответы. Нам, конечно, об этих приглашениях не рассказывали, если бы нам тогда об этом стало известно. Я бы, наверное, умер от горя.